Ночью немного подснимали Феррари, там есть небольшой репортаж, но не полноценный. Если вот этот эпизод, который вы сейчас смотрите, наберет 10 тысяч лайков, я его смонтирую и мы с Азизом его покажем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, вообще мы едем на хоккей. У нас это, сочинские сборы, да, братан? Да, да. Зимние, да. Только сборы в никуда, просто ходим каждый раз к рандомным командам, чисто катаем, кайфуем. Потом ходим в баскетбол играем. Ну как баскетбол, в 33 просто кидаем мяч в кольцо. Ай, ё-моё. Вот он везде с этим мячом бегает. Кто-то скажет, пацаны, а как он на хоккей без клюшек? А я вам отвечу. Люшки уже там. Техника ведения. Давай. Только двумя руками можешь? Конечно. Поясняю, почему он с мячом. Год назад я посмотрел сериал про Джордана «Последний танец» на Netflix. Это просто разрыв всего. Ты понимаешь, что ты в свои годы ничего не достиг и зря потратил время. И у меня была побочная реакция. Я поехал, купил себе баскетбольный мяч. Думал, всё, сейчас буду тренироваться. Спустя год я Азизу посоветовал этот сериал. Ну и как бы вот результат. Побочка, короче, та же. Честно, я до конца не представляю, как мы две сумки засунем сюда. Почему? Не знаю, мне кажется, что они поместятся. Вот самая сладость. Очень хочется, очень нравится. Короче, он в каком-то там лимитном цвете. Сколько таких в мире или в России? 500 штук в мире вот в таком цвете. Слики стоят. Выхлоп там от завода идёт такой. А, выхлоп это завод. А что там из тюнинга? Сидения? Слушай, я думаю, полку мы это оставим. И ездим тоже не тратим. Да ладно, про тюнинг тогда потом поговорим. Нет, из тюнинга здесь только этот. Ну, это не то, что тюнинг. Просто колеса стоят в цвете. И всё. А, да? Так это сток? Он весь стоковый. Я ничего не знаю. На маятнике. Я снял только зеркала, поставил заглушки перфоманс. И высокое стекло. Больше ничего такого. Маятник. Акропович завода. Алькантара, сидушка. А, приёмные трубы, кстати. На Ёлинцах, короче, на настраиваемых. С завода. Ни халам-балам, короче. Азиз говорит, что самые лучшие мотоциклы это Ducati. А самые лучшие машины, брат, какие? Баевые. Почему? О, у тебя красная куртка? Да. Красивая. Нет, она просто... Твои итальянские флаги. Да, ты что? Эшарье, кстати, оригинальный, ё-моё. Да, брат? Что? Эшарье оригинальный? Не понял. Да, да, да. Двухсоставные ковки, короче. Жёлтый суппорт, карбонокерамика. Посадочка грамотная. В общем, Азиз сначала посадил машину, а потом под посадку... Или это не рассказывает, брат, твои секреты? Почему? Да. Да. А потом под посадку заказал колёса, чтобы по вылету всё было чётенько. И тачка сидит просто космос. Не знаю, сейчас получится или нет, но мы когда её заводили, сыпался потолок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Дебетовая карта Тинькофф в офигенном дизайне с кэшбэком и доходом на остаток До 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые можно выбирать каждый месяц До 7% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц 130% кэшбэка при совершении покупок у партнеров, перечень которых постоянно обновляется Оплачивайте топливо, не выходя из машины через приложение Тинькофф Получайте 2% кэшбэка Штрафы и парковки также можно оплачивать через приложение Кэшбэк приходит настоящими рублями Переводы без комиссии на карты других банков через СБП Кстати, хорошие новости для тех, кто пользовался инвесткопилкой Тинькофф возобновил работу инвесткопилки Доллар Она не работала с марта из-за санкций И деньги около 200 тысяч клиентов были заморожены На днях банк выкупил заблокированные активы за свои 500 миллионов рублей И перезапустил торги Так что можно вновь откладывать небольшие суммы в долларах И автоматически их инвестировать Скорее переходи по ссылке в описании, чтобы получить дебетовую карту Тинькофф Блэк И начинай пользоваться всеми ее преимуществами прямо сейчас Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Чистая формула для один привет, да, передаем? На туре как формула... чисто комфортная формула Нет, двухместная И с багажником Вот он, вот он Потом в архив пойдет, когда будет 2050 год, да? Да В архив пойдет Брат, я, кстати, гоупро забыл взять. А, ты забыл? Всё серьёзно? Вот тут сегодня будем катать. Это ты снимаешь, да, на видео? Да. Бомба, конечно. Спасибо. Брат, а ты пока газовал, била бы полмяч? Да, да, конечно. Я понял. Базар у них. Знакомьтесь, это моя клюшка. Total One. Кто в теме, тот поймёт. Это старая модель. У меня такая же была. Я случайно в магазине увидел такую же новую. И решил, что она мне нравится. Вот. Пацаны вон CCM играют. У Азиза две CCM. Короче, кто в теме, тот в теме. О! Заглохла торонтайка. У нас влезла нормально сюда. Прикинь? Отставить габариты или нет? Да не надо, зачем? Не так ярко. Всё, прикинь. Хочешь сказать, что влезли две сумки? Две сумки, прикинь? Да. С кокейными клюшками пришлось бы постараться. Ну да, без клюшек. Поехали. 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 Чисто хоккейно-тренировочный балкон. С шинами на водоцикл. С канистрой для пенза. И с крутым видом. Первый раз вообще живу в квартире в Сочи. В гостях, правда, а не в гостинице. Кому надо записаться к этому типу, да? Сейчас. Да, брат. Как ты? А, ты меня снимаешь? Не-не, как Артём Вольф говорит. Я тебя фиксирую на видео. Снимают девочек на трассе. Турбо, как ты? Не, тебе надо было сразу сказать. Снимай девочек на трассе. Да-да-да. А я фиксирую. Я фиксирую на видео. Видишь, Иваш? Да я смотрю, что я порезался. Чисто 25 лет, поцом. Мне просто интересно проверить, как посмотреть эту клинику по отзывам. Нормально она или нет? Не знаю, брат. Это ты что сейчас сделал? Можешь повторить? Что? Это ты что сейчас сделал? Я хотел обмануть. Майкл Джордан. Хотел обмануть кого? Стол? Да. Чисто. Чисто стол. Пошли. А, брат, у тебя даже шильдик G63? Не показываешь этот? Хитрец. Короче, на таких кованых дисках, на огромных тормозах, на каких-то модных дисках. Ну, в смысле тормозных. Кенгурятник. Ну, вот. О, кстати. Легенда. Кстати, хорошее состояние у нее очень. Салон такой хороший прям. Какая-то М5. По-любому кто-то ее знает. Я с такими тачками не знаком вообще. Я не знаю. Я никогда не ездил вообще на Феррари за рулем и на пассажирский. Вот я с тобой первый раз еду. Я до этого ни разу не катался. Я катался на Хуракане. И все, наверное, из таких каких-то суперспортивных тачек. Ну, там R8, мне кажется, это вообще не то. А GTR тоже, наверное, не из-за этого всего класса. Короче. Феррари. На заднем приводе. Со всеми вот этими симфониями, с этими всеми звуками, с толчками. Это вообще... Поехали на Газпром. А, Матрин, Ксадар, да. 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 Очередь, да, ты хотел сказать? Да, очередь. Да, очередь. Пипец. Пипец, да, какая-то. Я, честно, вообще под большим впечатлением. Эта машина, ну, сколько едет? Из шести она выезжает с Томбрест. Правильно? Ну, тут дело не в том, что она там, да, едет из шести. Тут весь смысл в том, я вот объяснил. Да, я вот, ну, я на ней ездил там на закрытой трассе. На закрытой трассе. Ну, 363 она не разменялась максимально. Да, не, я хотел к тому, что, может быть, она там в показателях. Супер быстро. Да, не, я имею в виду, что, на самом деле, не каждая тачка поедет 363. Она за целого большого мотора и аэродинамики. То есть, ну, просто вот, при своих всех, она даже на стоковых, там, на всех там выхлопе и так далее, я уверен, она 360 поедет. Просто не каждая машина поедет 3 часа. Понимаешь? Ну, если сравнивать там с Порше, Порше это вот как какой-то супер стабильный робот, который всегда едет, у него нет какого-то звука. Да, он быстрый, он круто рулится, он нереально качественный, но Феррари это вот как, блин, я не знаю даже, с чем сравнить. Не, я просто объясню, есть разные люди, есть разные машины. Тут в чем смысл? Допустим, есть человек, которому нравится ГТР. Ему нравится, что он вот так же, вот как и Порше, допустим, да, полный привод рулится, быстро едет, все, но не ГТ2-РС, конечно, понятно, если верьте, ну там и ГТ3-РС, а я имею в виду есть турБС там и так далее. Полный привод там, тачка рулится, тормозит, едет и так далее. А есть машины, которые, как бы, опасные. И вот есть люди, которым нравятся такие тачки. Вот мне, допустим, Huracan не нравится, я на нем ездил и он просто, ну мне кажется это просто машина, Понятно. А на многим нравится это те люди, я считаю, которым просто нравится, когда машина вот типа просто слушается. Но, если они потеряют на ней управление, они никогда из нее То есть, из-за того, понимаешь, если её крутить начнёт, это бесполезно. А вот эти машины, которые заднеприводные, там, и вот они дают эмоции, с их коробкой и так далее, они, ну, очко начинают, короче, вот так делают. Нажимаю, я готов. Я просто не помню, здесь камеру. Я не знаю. Камеру, вырубай. Каменяй снимай. Каменяй снимай. Сюда. Я не знаю, как раз. Жесть. Красиво, да, когда так? Да, вообще, как. Да, для зимы, конечно, самое то, на Феррари поездить, по сути. Жесть, там и. Жесть, там и. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И на ней в теории можно дрифтеть, но не в какие-то затяжные повороты, а так немного побаловаться. Нам направо идти, да-да. Сейчас ты в ту сядешь, там только не будет. Да, я знаю, да, то дерьмо вообще будет. Значит, судьба меня закинула все-таки первый раз в жизни за руль Феррари. Это F8 Tributo. Продолжение линейки 488. Продолжение Италии. Вот это, короче, модель. Вот это, короче, которая вот эта вот среднемоторная. Вот эта вот красота. Но единственный ее нюанс. Я сейчас проехался немного. Не успел записать прям первые эмоции. Но то, что она турбовая. Здесь 3,8 или 3,9 литра. В8, две турбины. Это вообще не то. Не знаю. По сравнению с Феррари Азиза, где V12 атмосфера, где есть звук. Но либо она в стоке не звучит. Задранная. Вот такая, вот такая малыха. Не, выглядит, конечно, она понтово. Я не знаю. Может, я, конечно, не суперэксперт. Но Берлинета и 812, если сравнивать по поколению, мне намного больше нравится. У меня такая леговская стоит на столе. Прям похоже. Такие же фары, выхлоп. Ну, если выхлоп доработать, чуть-чуть ее посадить, потому что это вообще пипец. Ну, может, конечно, так надо, но некрасиво. Чуть-чуть ее дропнуть. Правда, у нее вот будет с вот этим проблема. Оно и так уже вон вся поцарапанная. Вот грамотно сидит тачка. Красивая. Прикольно у нее тут охлаждение для мотора, вентиляция дополнительная. Чисто пацаны в Адлере. Чисто Адлерские движения. Нигде не припаркуешься. Да, брат? Ну, поехали, и что, круг сделаем сейчас. Поехали. Более-менее настроил сидение, потому что я тут вообще не помещаюсь. И в целом как-то стало поприятнее тут находиться. Конечно, в зеркале вот эти вот крылья, непец как смотрятся. Очень сильно искажает заднее стекло из-за того, что оно пластмассовое с дырками. Ну, как бы это не особо напрягает, но оно, короче, искажает то, что сзади тебя видно даже в зеркале мотор. У машины, правда, отсутствует задняя шина, поэтому... Не, ну, конечно, тяга у нее есть пипец какая-то. Это космос, что говорить. Как поместить хоккейные сумки в Феррари, а ну. Все, так и поедем. Редкая, брат, тачка. Ctrl-C, Ctrl-V получается. Там видно, что это значит. Такая же бомба. Брат, дай машинка из себя не убрать все равно. Хоть во что сядь. Старт-стоп, как отключить? Брат, на Феррари на хоккей едешь. Ты НХЛ-вец. Взорванный. Да круче, мне кажется, даже НХЛ-вец. Не, не, не круче, брат, уже сильно не придумывал. Мой окно. Что сделать? Помой, оно грязное. А как? Где-то там дворники включаются. Вот, да. Нет. Вот, да. Что, Шура, как тебе? Брат, я вообще на седьмом небе отчасти. Да, Спорза, Моторспорт, блядь. Ой, точнее, просто Хорайзон, блядь. Город, машины, люди. Все соответствует. Размазан. Так, блин, как? Едем, как в Жигули. Посмотри, щетки в натуре, как в Жигули. В смысле, не щетки, а брызгут. Как их выключить теперь? Четки. Не знаю. Я тут с подогревом сиденья разобраться не могу. Да мы даже выхлоп не слышим. Мы слышим двигатель. Да, да, и выхлопа нет. На руле поворотники и все на руле. Кроме музыки. А, хотя громкость даже здесь за рулем она. Понял? Форма руля очень красивая. Да, форма руля прикольная. Переключает, как мотоцикл. Я его... Все. Что же так прижимает-то? Вот это, конечно, просто, да? Сладость. Просто сладость. Как бы? Нормально. Скорость лучше на нейтралку ставить. На скорости не стоять? Потому что она умру, потому что ты хочешь тронуться и сцепление будет жечь. Ну что, левую ногу понял? Некуда ставить. Видно или нет? Да, я тоже, кстати, сел в нее, уперся. Я хотел туда ногу поставить, а там, что там, колесо? Ну да. Как бы да. Короче, ламп еще просто много стало, как будто, да? Типа заезжу на... Да, везде, во всех видео, на всех обзорах они. Ну... Я бы, наверное, не хотел себе такую. Ну, типа, прикольно на ней покататься и отдать. Ну, вот какая-то. Вот там мне нравится. Стоит в гараже. Вот так, первое место, мне нравится. 812-я мне нравится. Вообще, мне очень нравится с детства 430-я Скудерия. Это, по идее, та же линейка тачек, или, как сказать, тот же кузов. 430-я, потом была 458-я, потом 488-я. И вот это. 430-я есть версия Скудерия. Она, типа, там, на ковшах, у нее карбоновые карты дверей, как писта, короче. Понял? Мне вот она нравилась. Ладно, что тут по косякам? По косякам? Вот. Я просто стартанул, она выпала. Ну, я не знаю, может, тут что-то просто разбирали, что-то вставляли. Ну, то есть, Ferrari, понял? Это не Porsche. Ну, оно все качественное, но оно как будто такое, знаешь, ручное все. Что случилось? Продолжение следует... Продолжение следует... Она толкает по-другому... У нее морду не задирает... Чувствуется, что ты ее контролишь постоянно... Даже на стабилизации... Мне нравится... Брат, заказываю... Дверь... Только вот такие... Можно заказывать? Ты едешь со мной... Мотор сзади... Вот что толкает... Прикольно... Почему еще? Все, тут сочинская Монте-Карло... Вот это вы поняли... Улица... Гебли торговли... Рукаться ж нельзя... Че вообще... Может скинемся... Одну на толпу возьмем... В Сочи оставим... Будем приезжать... По очереди кататься... Не знаю... Тебе нравится? Блин, ну это такая... Вот если б ты просто на ней приехал за мной... На одной... Я б сказал... А из-за того, что там вот та есть еще... То нет... Слушай, ну я ее так и ожидал... Вот по видосам... Слушай, я сейчас с нее съел... Я на ней один день... Мне чтобы вообще понять и сделать какое-то заключение адекватное... Мне нужно дня три... Хотел поездить... Переспать... С мыслью с этой... Понял... Потому что пока... Непонятно... На эмоциях пока все... Да... Только в Сочи две Феррари и две Нивы друг за другом... Все мы любим машины... Но не у всех и не всегда есть возможность... Поездить на них в жизни... В таком случае... Вам нужно точно зайти и поиграть на проекте моих друзей... CCD Planet на движке GTA... Тут есть все... На чем мы так помешаны... И о чем мы мечтаем... Вам не придется тратить много времени для покупки машины своей мечты... А с огромным количеством единомышленников... И крутым геймплеем... Время пролетит... Незаметно... Парни реально с душой занимаются своим делом... И при входе это будет заметно в первые минуты... Присоединяйтесь... Играйте... Кайфуйте... Скафинку... Вместе с кодовом saints... Вместе с кодовом chapeews... Играйте... Зачем ее... Вместе с кодовом нашли... Техника... Вместе с кодовом... Техника... Готовы? Да. А ты на каком режиме едешь? Я сейчас еду в спорте и на мягкой подвеске. Нет. Тебе не надо. Понял. Там не так работает. Вставок отвечает. Сильнее. Попробую поставить в рейс. Рейс. Мягкую подвеску. Давай поедем. Рейс. 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 Я говорю, сейчас она хорошо поехала, потому что с большой скоростью. Вот тут надо разворачиваться, потому что дальше я не знаю где. Мы сейчас остановимся. Сейчас машина поедет. Задняя машина поедет. И включай сразу заднюю. Ой, заднюю, третью. Сейчас в 8 инсут. Поехали. Задняя машина поедет. Рейс. 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 Я просто в шоке, что она такая. Рейс. 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 Родненькие. Родненькие местные стоят. Вот они. Рейс. 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 Они в шоке. Понял, это когда ты всю жизнь слушаешь армянскую музыку, а тут приехало что-то на другом языке. Понял? Типа макароны? Ну типа того. Понял, они всегда вот BMW, Mercedes, а тут что-то вкусненькое. Что-то вкусненькое приехало, понял? И бумажка на другом языке написана. Вот это вот эта ситуация. Здорово. Жестко? Здорово. То, что не хватает нам на бэхо. Ну да, то, что никогда не будет. Так. Ешка, значит, на ковшиках. Она, походу, с желтой строчкой, да? Как будто, да, это еллоуна, это дишек, да. Топчик, вообще кайф. Эдику то, что надо. Черный мат. Красота. Нет, она будет, у нее выбор от маленький. Она на ДКТ. Ты прям по педали бьешь, она едет боком. А сколько весит? Она тяжелая, тонну 700 с чем-то там. Это цешка, ебать. Подожди, у меня тонну 800 есть. Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...